Останься дома. Это добровольное движение, участники которого бесплатно готовы помочь тем, кто находится в группе риска заболевания COVID-19 или вынуждены находиться дома на самоизоляции. Волонтеры купят продукты, выведут собаку или просто позвонят, чтобы поговорить. Тему продолжит Эваль Дукуль. В это нелегкое время, когда по возможности нужно оставаться дома, как никогда нужна поддержка других. Несоблюдение требований социального дистанцирования особенно опасно для людей в группе риска. Добровольцы волонтерского движения «Останься дома» готовы помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Даже сегодня утром я звонил даме, которой нужна просто помощь, чтобы помочь заполнить декларацию ВИД. Она мне в конце спрашивала, сколько это будет стоить. Я говорю, это будет бесплатно. Она говорит, так не может быть. Я говорю, это бесплатно. И она так улыбнулась и договорилась, что завтра встретимся. И это просто мне дарит радость, что я могу кому-то помочь. За месяц к движению присоединились около 600 добровольцев по всей Латвии, которые готовы сходить в магазин за покупками, вывезти собаку или просто поговорить. Он позвонит и спросит вам, какого хлеба вы хотите, где вы хотите его покупать, по какой цене. Это все такой человеческий разговор. И потом, когда он уже все это купил, вы тоже решаете, как будете платить за это. Потому что это не, конечно, такая благотворительность, это помощь. Добровольцы перед началом изучают все рекомендации и затем соблюдают все меры предосторожности, говорят в организации. Если есть признаки заболевания, человек не может помогать другим. Одеваю перчатки. Каждый раз, когда захожу в магазин, дезинфинтирую руки. После магазина тоже дезинфинтирую руки. И когда эти покупки я ложу в машину, у меня в машине есть этот препарат, чтобы тоже дезинфинтировать руки. И я думаю, что если мы сами будем себя уберегать, то можем не заболеть этой болезнью. Попросить помощи может любой житель Латвии, у которого не констатирован COVID-19, который за последние 14 дней не был за границей, а также не был в контакте с возможным больным COVID-19. По-моему, люди привыкли потерпеть. И другое, что мы видим, люди не привыкли доверять другим. И это, по-моему, эта платформа, как я уже сначала говорила, она не техническая. Она, может быть, это система техническая, но идея человеческая. Мы верим другому человеку или нет, доверяем или не доверяем.